Звучит музыка 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 они являются матерью-церковью для РПЦ, хотя они вообще это предаток церковный, который возник в 1992 году, до этого вообще этого предатка не было. Но вообще, может ли украинская церковь является матерью-церковью для РПЦ? Нет, конечно, потому что матерью-церковью всегда является церковь, которая является автокефальной. То есть в Киевской метрополии никогда не была автокефальной церковью, Никогда не была автокефальной церкви. Она была всегда, она то принадлежала Константинополю, позже перешла, Константинополь передал ее русской церкви, то есть она никогда не была автокефальной. А матерью церкви может быть только автокефальная церковь. Вот РПЦ после того, как она стала автокефальной, она стала матерью церкви для некоторых церквей, которые потом давала еще и автокефалью. Это как у нас Херсонская епархия, от нее отделилась в свое время Новокаховская епархия Может ли Херсонская епархия быть Матерью Церкви или Новокаховской епархии? Нет, конечно Это выделение, почкование от одной митрополии выявляется другая И так было и в те времена То есть если разобраться, то Матерью Церковью для ИРПЦ, ИРПЦ все-таки является Константинополь РПЦ может быть Матерью для Украинской Церкви, если Украинская Церковь в конце концов выделится из нее ИРПЦ является Матерью Церковью для Американской православной Церкви, потому что она автокефальна И она является Матерью Церкви для всех церквей, которые выделились от нее Потому что мы видим, что Томаса автокефальна давалась РПЦ тем церквям, которые вышли из нее Потом она подтверждалась всеми остальными поместными церквями, в том числе и Константинопольским патриархом Далее, смотрим дальше Говорит Сергей Здиарук, очень грубый и хмолатый дед Знаете, что написано? Что первое отделение Киевской митрополии от Вселенской было неправдимым Не дотримано всего того, что должно быть дотримано Теперь два листа 1991-го и 2016-го до Кирилла Что мы признаем Святую Московскую Церковь в кордонах 1589-го, когда им даровали патриаршество Ой, когда все это кончится Да, Константинополь не раз заявлял о том, что он не признает, так сказать, присоединение Киевской митрополии к русской Потому что там где-то какие-то были не такие условия договора, они не были выполнены и так далее Но, все-таки, Синод такое решение Константинопольский был в свое время принял Пусть он потом осудил патриарха Константинопольского в Симонии, его освободили Но решение Синода не было отменено и не отменено до сегодняшнего дня И отменить его уже невозможно, потому что это можно было сделать в течение 30 лет после его принятия Поскольку сейчас уже прошло больше, чем 30 лет с того времени, то уже его отменить невозможно Ну и есть еще вторая, так сказать, сторона этой медали Этот Сергей Зиарук нам напоминает о том, что вот несколько раз константинопольские иерархи писали о том, что они признают каноническую территорию РПЦ в пределах 1689 года Но так может рассуждать совсем глупый дурак Но мы с вами будем рассуждать с умной точки зрения Давайте посмотрим карту 1689 года Какие были границы Киевской митрополии Вот эти границы в этом году Посмотрим внимательно Как видим, сюда не входит около 20 нынешних епархий И около 11 векодериатств УПЦ То есть, если мы считаем, а мы считаем, что Украина это из независимых государств в тех пределах, в тех границах Учитывая Крым и Донбасс, которых она есть у нас на наших картах, наших украинских То огромная часть этой территории не является той территорией, которая входила в Киевскую митрополию в те времена Карту купи, лапать А значит, она не является канонической Константинополя Тогда она, скорее всего, русской православной церкви А если вы не считаете Украину, Крым, Донбасс, Закарпать, а не считаете украинскими территориями Тогда да, тогда это может относиться к Константинополю Кстати, часть епархий УПЦКП тоже они входят в границы той киевской митрополии 1689 года То есть, если они признают Константинополь границы тех лет за РПЦ То, если они хотят признавать границы киевской митрополии своими То все, что за ними, это уже не есть ихними Вот здесь является правовой диссонанс, который возникает в такой ситуации 20 епархий не входят в границы киевской митрополии 1689 года А вот, как я считаю, поскольку Константинополь отрицает, что эти земли являются канонической территорией РПЦ Сам он тоже не имеет права на всю территорию этих, на все эти территории То нигде и никогда Константинополь не отрицал того, что эти земли являются канонической территорией Украинской православной церкви Никогда этого нигде не отрицалось Других церквей, признанных на территорию этого государства, нет, только наша церковь И никогда не отрицалось, что все земли, которые здесь находятся, на территории Украины, являются канонической территорией нашей И потому нам решать все вопросы с автокефалией Кому мы будем обращаться, кто нам будет ее давать? Картина маслом Наоборот, в поместной церкви все, в том числе Константинополь, неоднократно подтверждал, что УПЦ является поместной церковью в Украине А значит, это каноническая территория наша Мы с вами делаем отсюда вывод, что, во-первых, церковь-мать является действительно для нас и для РПЦ и для УПЦ является Константинополь По праву крещения Руси Но Украинская церковь не может быть матерью церкви для РПЦ, а вот РПЦ может быть матерью церкви для нас Украинская территория является каноническими территориями Константинополя, потому что было решение Синода о передаче в Московской митрополии И он не был отменен И если Московская митрополия не выполнила какие-то условия этого договора, а в течение 30 лет не было спорено, это вот решение все равно, даже при невыполнении, оно остается за ней К тому же, это все-таки, как-никак, каноническая территория нашего И в случае, если Константинополь хочет предъявить какие-то претензии на эти земли, извините, 20 епархий не входят в состав той, тех, границ тех времен Ну вот как-то так, вот первый фейк, можно сказать, фейк-делейт